Все началось с железной дороги. Во второй половине 19 века появился полустанок Климовка. Для многих дачников он стал отправной точкой к долгожданному месту отдыха. Они приезжали, выходили, а от станции Климовка после некоторого времени ожидания их забирал извозчик. Потому что такой железной дороги, которая шла бы именно к порогу дачи, конечно, ее не существовало. Вот и получается, железная дорога буквально установила новый уклад жизни. Вот и первый каменный дом, где предприимчивый владелец Муравьев устроил чайную. И извозный промысел стал важнейшим способом заработать местным жителям. Дачный отдых в то время был очень модным и популярным. По ценам конца 19 века снять дачу в Ближнем Подмосковье на все лето стоило примерно 50 рублей. Для того, чтобы сравнить эти цифры, например, только за месяц оплата четырехкомнатной квартиры в Петербурге в тот момент стоила от 50 до 80 рублей. Дачников было множество. Среди них появляются и известные личности. Например, в 1884 году на станцию Климовка прибыл великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. «Отправлялся на дачу к своему брату Анатолию и, конечно, рад был тому, что в таком вот уютном, тихом месте ему удастся не только отдыхать, но самое главное – спокойно, в тишине, поработать». Любил наведываться в Подольский уезд и Василий Поленов. Своё путешествие он описал в письме супруге. Дорога ровная, красивая, даже лучше, чем на Подольск. Недавно память мастера увековечили в парке Дубрава. Там появилась интерактивная композиция. Ещё один великий музыкант, великий композитор Александр Николаевич Скрябин. Письма, которые писали с фронта на этот адрес ему, именно на станцию, да, его ученики, поскольку началась Первая мировая война, они были призваны на фронт. И здесь в письмах они рассказывают ему о том, как и что происходит. Кстати, о начале Первой мировой войны Скрябин узнал из газет, за которыми регулярно приезжал на станцию Климовка. И многие другие известные лица, которые снимали дачи в ближние округи, они в качестве, ну, такого развлечения некоторого, что ли, они специально приезжали на станцию, знали, когда привозят свежие газеты. И все эти интересные исторические подробности – лишь малая часть массы уникальных фактов, связанных с известными дачниками и пассажирами станции Климовка. Хотите узнать больше? Отправляйтесь в Краеведческий музей. Юлия Ягофарова, Иван Иванков, телекомпания «Кварц».